Жители микрорайона Солнечный и Новоюжного района столицы вот уже вторую неделю живут на стройке. Вибрации от забивки свай, шум машин и грязь на дорогах внесли беспокойство в их размеренную жизнь. Пообщаться с жильцами выехала наша съемочная группа. Стройка посреди жилого спального микрорайона Солнечный началась в конце февраля и внесла диссонанс в его размеренную жизнь. Жители микрорайона беспокоят шум и вибрации от забивки свай новых домов, которые возводит по соседству строительная компания «Простор». Мы хотим, чтобы альтернативу нашли, то есть не забивали свай, а именно давили. Вот мы знаем, что так можно. Очень напрягает на самом деле шум, когда забивают свай. То есть дом, чувствуешь вибрацию. Живем на первом этаже. Тоже ребенок в это же время не спит. То есть беспокоится. Разводит грязь. То есть уже дома наши сданы, мы уже все живем. Жильцы опасаются, что звуковой резонанс от забиваемых свай может испортить и ремонт в квартирах. Я живу тут в этом доме, 14 корпус 3. Почти год. Ремонт, естественно, давно уже сделан. Мы переживаем, чтобы у нас не пошли трещины по плитке. Потому что очень сильно забивают сваи. Это же все накладно, неприятно. Жители микрорайона написали коллективное письмо обращения в прокуратуру республики с просьбой провести проверку работ строительной компании «Простор». Хотелось бы узнать, есть ли у них разрешение на строительство вообще этих домов. Ну, как государственные там какие-то документы. Потому что на самом деле здесь есть новые технологии бурения из-за оливка свай. А то, что они сейчас в мерзоту бьют, на самом деле очень сильная вибрация ощущается. Прокуратура Калининского района столицы совместно с Минстроем Чуваши в феврале этого года провели выездную проверку строящихся домов. Так было установлено, что строительство указанных объектов было начато без надлежащего уведомления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-куминального хозяйства Чувашской республики, что уже является нарушением. Кроме того, было установлено, что сами строительные объекты не соответствуют необходимым требованиям. Так, на указанных объектах отсутствовало ограждение, которое бы не позволяло простым людям пройти на территории строительной площадки. Отсутствовали первичные средства пожаротушения, отсутствовали необходимые документы, паспорт объекта и иные документы, которые были необходимы для проведения строительных работ. По данным фактам в отношении директора указанной компании застройщика ООО «Простор» было возбуждено 4 дела об амстративных пронарушениях. В данный момент данное дело находится на стадии рассмотрения. На стадии рассмотрения находится и обращение жильцов, которое из прокуратуры Калининского района перенаправили в Минстрой Чувашии. Очевидные нарушения при застройке новой территории должны быть устранены.